Привет! Сейчас такой вопрос рассмотрим. Сложно ли с нуля сделать свою маленькую птицеферму, заняться птицеводством? Ну вот вы купили цыплят и можно будет там с помощью интернета, с помощью ютуба, с помощью еще каких-то книг взять и начать разводить птицу. Значит, я сам лично начал разводить с нуля, но мне как бы подсказывали, сельский такой был опыт. Интересно, что цыплята взяли не самых маленьких, а им где-то было полтора-два месяца. Ну трудно сказать сколько, потому что сельские они растут медленнее чуть-чуть, поэтому были цыплята где-то этого возраста. Их можно уже было кормить разнообразным кормом, но мне подсказали, что можно кормить их, можно также выпускать, но какое-то время я держал в клетке, чтобы они привыкли, чтобы они немножко откормились и стали больше. Также были куры. Мне оставили кур, пять штук, они четверо вообще не неслись, они уже были старые и одна немножко неслась курочка. Поэтому я лично вам могу ответить, что в принципе можно держать с такого возраста, с двухмесячного. Если вы сильно переживаете насчет того, что следует ли брать маленьких цыплят, берите уже средних или взрослых кур. Вы научитесь на них очень быстро. Если, допустим, вы решили завести это осенью, берите уже взрослых кур. А цыплят лучше брать возраста приблизительно, ну если вы не привыкли к цыплятам, приблизительно двух-трехмесячного возраста. Они уже будут более-менее привыкши, то есть они уже могут есть практически разнообразную пищу, как и взрослые куры. И вы поддержите их, допустим, неделю в запертии в курятнике и можете выпускать. То есть они уже привыкнут, постепенно будут отходить дальше-дальше, даже если у вас участок не загорожен. У многих людей участок не загорожен, без заграждений. Поэтому маленькие цыплята, они любят юркнуть в какую-нибудь маленькую щель и уйти, куда глаза глядят. А у куры-цыплята глаза глядят в разные стороны, почти под 180 градусов, вправо и влево. Поэтому я рекомендую... Мне 360. Нет, за спину они не видят немножко. Приходится поворачиваться все-таки. Поэтому я рекомендую брать весной. Лучше всего это подойдет, если первая цыплята, ваши первые цыплята, это где-то май месяц. Естественно, чем дальше на север, то это середина мая. То есть оптимально, тогда уже холодов нет. Трехмесячные цыплята. Взрослые куры будут у вас или нет. Они могут их, конечно, немножко угнетать. Бывает даже сильно. Но если куры мясных пород, они меньше подвержены вот этому... нехорошей тенденции бить цыплят. Но всякое может произойти. У меня такое было. Поэтому я рекомендую, значит, где-то в середине мая заводить первых цыплят. Если вы решили это делать осенью или зимой, тогда берите взрослых кур. Если у вас ничего не готово, абсолютно ничего, тогда вот начинать с весны. А осенью тогда не надо. Осенью делайте клетки, делайте помещение, утепляйте его на следующий год. Подготовительные работы. Все подготовительные работы, освещение, чтобы потом было легче начать. Ну и смотрите разных специалистов, которые вы только можете увидеть на ютубе, если меня вам будет мало. А вопросы задавайте в комментариях. Пожалуйста, вопросы задавайте в комментариях. Есть специалисты, которые смотрят тот же мой канал. Они могут ответить, если захотят, конечно. Ну и постараюсь я ответить. Или будет у меня стрим, видео, на которое я отвечаю на вопросы. И там я, если вопросы интересны, я буду отвечать там. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев. Зверобой с вами был Артем Селезнев. И Арсений Селезнев. Смотрите обновления. Пока.